Этот человек очень хочет быть с вами и совсем-совсем не представляет, чем для него это может обернуться. Хочет ли загаданное лицо, хочет ли этот человек быть с вами? Три карты. Десятка жезлов, желания много. И этот человек даже готов терпеть, претерпевать какие-то лишения. Ради вас, ради вашего союза, не только и не столько любит вас, сколько хочет хвастаться вами, гордиться вами. Вы для него как символ признания, как символ власти, как шапка Мономаха рассматривает разные варианты для ваших отношений, для вашего союза. От легкого флирта, от ненавязчивых, редких эпизодических свиданий, вплоть до брака. Он выбирает это именно теперь. Он не анализирует возможное будущее. Уж тем более не опасается разбить сердце вам или сильно. Он согласен сейчас на любую роль в вашей жизни. Может быть, даже согласен на то, чтобы быть не единственным. Он еще не успел пострадать от этой любви. И его сердце не успело разбиться. Он не успел поревновать достаточно. Для него ваша история только начинается. Она чистая, честная. Она такая невинная. И этот человек точно не знает, что вас двоих ждет впереди. А впереди шестерка мечей. Как только вы больше времени станете проводить вместе, он сам не заметит, как его захватят чувства. Захватят, затянут и поглотят. Поглотит пучина тяжелых чувств. И тогда появится ревность. Тогда страх вас потерять появится. Тогда появится страх сравнения с другими людьми. Его здесь даже немножко жалуют. Он готов на любые перемены в жизни, связанные с вами. Он готов ради вас или вместе с вами куда-то переехать. Он готов бизнес поменять или работу ради вас. Он даже готов, может быть, внешне изменить. Дайте внимательно. Возможно, этот загаданный вами человек через вас или посредством вашего романа хочет выбраться из своей собственной довольно запутанной ситуации, из своей собственной довольно запутанной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok